И что получается? Я уже письмо сочинил, вот уже приходилось, невозможно каждому это писать, каждый раз начинаете с одной буквы, с первого слова. Читаем, говорим только о семенах, семечках, косточках, а про саженцы, да говорите с Железовым Сергеем, обычно просили то и то, раз вы новичок, то рассказывать про каждый сорт бесполезно, они как женщины, ну это извините мои выражения, так сказать, крылатые, они как женщины, разные и загадочные, вырастите и увидите, это знаете, ребята как меня достают, пожалуйста. Вы берите табличку, это я Железову, и значит так, сахаристость, вкус, а как вкус, когда я говорю слаще поцелуи, вот и вещь, или это самое, ну понятно. В общем, что хотите думайте, самое главное, что косточки взяв в руки, да, вы никогда не узнаете, что из них вырастет, отцы неизвестны, поэтому такие обтекаемые ответы, хохотите, относитесь или ищите другие варианты. Вот, вот я и пишу, попробуйте спланировать внешность, рост, цвет волос своего ребенка, ни одного не удалось стать. Недалекая наука требует этого от растений, планирует все это и шиш, дурят безграмотных чиновников. Ну, понятно, чиновники платят деньги, наука на эти деньги что-то делает. Вот, я утверждаю, что невозможно спланировать будущее сорта. Если они будут спланированы, они будут неполноценными. Уже хотя бы потому, что исчезает самое главное понятие, это смысл селекции, смысл. Это кто выживет, понимаете? Кто выживет, тот и прав. А уже потом, из тех, что выжили, что-то будет менее вкусное, более вкусное. Это пойдет сразу рот набивать, это самое, а это пойдет на закатку. Вы представляете, что маньчжурские абрикосы, чисто маньчжурские, достаточно кислое. Но вкуснее нет ничего на свете. Это я вам говорю, в выходе с Украины. Как меня замучили эти. Я приезжаю, уже взрослый, я приезжаю из Норильска. А у них же в каждом растут эти жардель, а они сладкие. А сахар-то был дешевый. Деревенские люди, наши крестьяне, моя родня многочисленная. Уж как они, в Херсонской области, уж как они не бедно жили, но у каждого погреба от 50 до 100 банок абрикосов. Потому что невозможно рассмотреть, как они гниют, падая с дерева. И самоплодный, смотришь, падаем у дерева, и все в плодах. Так, и что? Валера Еш, Валера Еш, откроет банку, и прям меня, как ребенка, а я этот, взрослый мужик, как ребенка, прям в рот заталкивает меня. Потому что для них я приехал, это счастье какое было, чтобы избавить этих банок. Потому что потратили сахар, труд. А никому есть его. А они, знаете почему? Сильно сладкие. Невозможные только из-за этого есть. А манджорцы с горчинкой, ой, извиняюсь, не горчинкой, кислинкой. Горчинки никогда не было. Они вкусные невероятно. Они дают такой аромат, они дают такой привкус, как бы сказать, ядреность. Начал говорить полный рост людей, а я у вас. Ну, я уже скоро стихами заговорю. Хорошо, что кроме потерянных лет от ученых ничего не требуется. Даже вернуть теченские зарплаты. Сейчас идет унисажение науки, потому что им зарплаты не дают. Мой знаменитый сад, а мой знаменитый принцип, сад должен быть смешанным и состоять из самых разных по срокам созревания. Заметьте, наоборот, все. И качество плодов. Отсюда его максимальное здоровье и непредсказуемость будущих детей и семян. Ну и что? Ой, ты господи. Это значит, надо брать все из моего списка. Потому что я спрашиваю, знаете, как достали? Сотни уже людей. Они, знаешь, они тут закидаются мне платить или заказать. Они не знают, чего хотят. Ну, пожалуйста. Ну, сами за меня. Откуда я знаю? 40 косточек, это уже 1000 рублей. А 400 косточек. А это значит, лучше сад на всю... Вот возьмем, допустим, вот там где-то в Владимире, да? Вырастет сад там из 200-300 абрикосов. Автоматом лучше на всю область. Или как вот тот товарищ, который... Откуда же он? Ну, у которого преноминальный результат, там, много взросло. Сразу лучше на всюду. Вот. А мне, а как я? Я говорю, ну, давайте все по десятку. Начали считать. Так, а их там сейчас 19, да? Ну, если округлить 20, это 200. Это 200 по 25 на 5 тысяч. Ой, дорого. Ну, так тогда сами выбирайте. Вот. Вот так вот и это... А я уже говорю, не буду за вас ничего думать. Вот. Сами, что... Полагайтесь на интуицию. Кто-то есть смелый. Это так же, как лотерейные билеты. Многие всю зарплату отдают, лотерейные билеты. Вот. А многие говорят, да пошло на это. Стану я деньги выбрасывать. Так и тут. Я решу сам, что надо высылать, если доверяетесь, опираясь на ваш список. Только пришлите мне сумму, и вам решать сколько. И это уже вам решать сколько. То есть мне пришлют на 1000 рублей, получится 40 кустик. Ну, извините, если 20 дойдет дополненношение, опять же, лучше сотру. Вы представляете, что абрикосы многие, сотни людей написали. Искали по округе. Нет ни одного. Это в огромной стране. И напишите отдельно, нужны ли вам обучающие мои диски, в том числе 3 диска московских семинаров. Или бумажные книги. Вы представляете, как обидно. Костики выписал, а потом это. Начинается. Они у меня погибли. Откуда я знаю, почему? Спасибо. 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 Спасибо.